Сесть за парту спустя 20 лет. Вадим Кузьмин вновь студент в свободное время. А днем он начальник цеха на заводе «Ротор». Казалось бы, умеет все, но хочет уметь больше. Из 200 заявок на второй сезон губернаторской программы переподготовки кадров в политехническом вузе отобрали лучших. Это сотрудники трех десятков пром и энергокомпаний. Я, наверное, ожидаю каких-то для себя обновлений данных по обережливому производству, по цифровизации производства. Ну и в сфере нынешних санкций хотелось бы, чтобы продукция нашего предприятия была более качественной, конкурентоспособной, чтобы мы могли заменить импортную продукцию. В техническом вузе уверены, промышленность края и до этого была на подъеме. АЗПИ, «Ротор», «Станкостроительный», «Котельный завод» – по мнению ректора Андрея Маркова, выдают высокотехнологичную продукцию. Но теперь задач перед производствами еще больше. Наверное, одномоментно мы не сможем построить какие-то промышленные гиганты, заместив те или иные ниши, освободившиеся. Там огромные проблемы в станкостроении, в машиностроении. Без современных станков трудно на что-то рассчитывать. Потенциал нашей инженерной мысли, он достаточно высокий. Да, будут трудности, а в стране, может быть, каких-то комплектующих пока нет. Ну, либо они появятся, либо мы будем выходить из этого положения созданием своего собственного производства. О поддержке экономики в условиях санкций думают и в общественной палате края. Руководители предприятий, торговых сетей, банков, аграрии и депутаты обсудили предложения по импортозамещению, льготному кредитованию и компенсации процентной ставки. Прорабатывается сейчас в правительстве. Я очень надеюсь, что буквально тут, в ближайшей перспективе, недельной, может быть, все-таки эти решения будут приняты, потому что они в высокой степени уже проработки. Ну, условно, вернутся компенсации 2,3 ставки, например, процента. Потому что предстоит, что в нулевых годах работала, прекрасно работала эта норма. Полный список предложений общественная палата края направит главе региона. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.